Всем привет, с вами Кэт Кена, и ты смотришь Puzzle English. Давай сегодня поговорим о словах, которые ты уже знаешь, но ты знаешь их как существительные, но они еще могут быть и глаголом. Я просто недавно в сети наткнулась на какой-то мемчик, где слово mother, мама, все мы знаем это слово, было очень смешно, человек очень мучился перевести фразу и не мог, потому что там оно было использовано как глагол to mother someone. To mother someone, это когда ты кого-то опекаешь, как мамка. Была вот у меня одна такая коллега, приходим вместе на фитнес, вроде как два взрослых человека, и она мне значит, вот тебе коврик, водичка, гантельки с этой стороны, вот тут вот встань, ты думаешь, что началось-то, вот это вот to mother someone. Ты можешь сказать, например, I don't like being mothered, я не люблю, когда меня опекают слишком сильно, или stop mothering me, хорош меня опекать, это вот это. Есть похожая история со словом father, отец, но значения очень разные. Если mother someone, это не обязательно мама, а просто кто-то тебя очень опекает. To father someone, вот это только может быть папа. Это прям пробиологический процесс зачатия ребенка. То есть, если ты скажешь, he fathered three children, то есть, он родил троих детей, то есть, твой приемный папа, он тебя не fathered, он тебе папа, но понимаешь, да? То есть, здесь именно про биологию, когда мужчина является биологическим отцом кого-то. Дальше едем про части тела также. Все мы знаем слово глаз, eye, или eyes, глаза. Есть такой глагол, как правило, он с частицей up. To eye somebody, или to eye something up. Переводится как рассматривать пристально, вот прям с целью, вот рассматривать изо всех сил, или рассматривать кого-то с интересом романтическим, вот как-то, да? Сейчас тебе дам два примера. I could feel everyone's eyeing me up as I made my way towards the stage. То есть, я чувствовала, что все на меня смотрят пристально, пока я иду к сцене. Или, про второе значение, про романтическое. I think John really likes you. I saw him eyeing you up earlier today. Мне кажется, ты Джону очень нравишься. Я видела, как он на тебя смотрел сегодня, прям разглядывал внимательно. Дальше едем. Есть у нас лицо еще, в котором, собственно, находятся глаза. Слово face. И ты можешь face somebody или something. Ну, во-первых, тоже два значения. Прямое и переносное. To face somebody – это иногда просто повернуться к человеку лицом. Или когда что-то к чему-то лицом стоит. Это вот face. Можно сказать... He turned to face her. Он повернулся, чтобы быть к ней лицом. А в переносном значении – это когда тебе нужно что-то принять, столкнуться с какой-то трудностью, посмотреть проблемы в лицо. Давай на чистоту. Очень часто говорят... Да, давай посмотрим правде в глаза. Вот так бы я перевела. Let's face it, none of us is getting younger. Давай посмотрим правде в глаза. Никто из нас не молодеет. Это грустная правда. И правда. Дальше. Проручки. To hand something. Тоже два значения. Одно фразологическое, одно без предлога. To hand something – это когда ты физически кому-то что-то вручил. He handed each person a glass. Он каждому человеку вручил, дал стакан. Или можно hand something in. Hand something in – это тоже вручать, сдавать. Ну, вот в таком смысле. Например, если тебе нужно сдать диплом, домашнюю работу, какой-то отчет на работе. Вот это все, да. Это можно перевести словом to hand in. You have to hand in your homework by Monday. Тебе нужно сдать свою домашку к понедельнику. Или, если ты что-то нашел, и ты это там отдал полиции, или еще кому-то, это тоже hand in. I found a wallet yesterday, and I handed it in to the police. Я нашел кошелек и отдал полиции. Дальше идем к животу. Stomach – у нас слово живот, желудок тоже, да, либо живот, либо желудок, в зависимости от контекста. И есть, можно использовать как глагол to stomach something. Тоже два значения. Прямое – это быть в состоянии что-то съесть. Например, if you can't stomach orange juice, just drink water. Если ты не можешь, да, пьешь тебе плохо от апельсинового сока, ну, пей водичку. Или в переносном значении это означает что-то принять, что-то стерпеть. I can't stomach the idea that Peter might be the next boss. Вот я не могу принять даже мысль о том, что Питер будет следующим боссом. Вот как так? Ну, и в таких вот подобных ситуациях, да, когда что-то тяжело тебе принять, это вот stomach. Голос – voice, to voice something – это сказать что-то, выразить что-то словами через рот. Например, у тебя какие-то мысли были, чувства, сомнения, страхи, жалобы, может быть, у тебя есть. Вот это будет to voice something, то есть ты думал-думал, а потом все-таки решил это словами как-то высказать. We all have voiced our concern about our safety. Мы все выразили наше беспокойство о нашей безопасности. То есть, может, люди как-то думали-думали, ходили, а потом решили все-таки это высказать. Mouse – рот. To mouse something – это когда ты говоришь что-то без звука. Вот это вот с работы выходишь, говоришь. Вот это вот to mouse. То есть ты как бы движение ртом делаешь, а звука нет. И вот как раз этот пример. Я со всеми попрощалась беззвучно и поспешила на выход. Ну и еще одно выражение, британское, скорее, чем американское, со словом нога. Leg. Как правило, используется в конструкции to leg it. To leg it – это когда сделать ноги. Короче, сделать ноги, когда что-то происходит, и ты такой let's leg it. Все, короче, давай, чувак, понеслась. I leg it before the cops came. Я сделал ноги до того, как полиция приехала. Укси, дейзи. Ну что ж, надеюсь, теперь, когда ты будешь слышать эти простые слова, которые ты, в принципе, уже наверняка знал, у тебя будут возникать и другие ассоциации тоже, и ты начнешь их использовать и как глаголы. Всем спасибо за внимание. Учите английский с Puzzle English. It's a party animal, a link animal, you'll never let you die. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok